Всем привет! Вели заметки о Черкесии. И сегодня мы поговорим о таком объекте историческом, расположенном в Карчаево-Черкесии, как башня Адиюх. Дело в том, что вокруг башни, естественно, много разных легенд ходит, как реальных, традиционных легенд, так и исторически выдуманных в наше время. Поэтому мы возьмем историческую часть и подтвердим ее немножко легендарной. Итак, за историческую возьмем, в общем-то, классическое исследование Лаврова на эту тему. Еще в сороковых годах он хорошо расписал, расследовал тот факт, как появилась эта башня и с чем это связано. Да, он говорит, действительно, что, допустим, башня имеет три названия. Черкесский Адиюх, в абазине называют ее Кайдух, а на гайце Акбелек. Акбелек – это белая рука. То есть, если взять классическую легенду, считается, что Сасурко, стоя на коленях, складывал эту башню из камней, которую он доставал, не вставая с места, с гор, с противоположного берега Малого Зеленчука, и строил ее для своей светлорукой красавицы жены. Саму башню Лавров вписывал как полубоевую, полужилую. И он правильно подметил, что нет сообщений о том, что черкессы, абазины или нагайцы когда-либо воздвигали каменные дома или укрепления, что заставило его задуматься, в общем-то, о том, когда же башня эта была построена. И потом он наткнулся на источник, значит, дневник майора Татарова, которого он в Кабарде записывал, куда приезжал по служебным делам в 1761 году. Он рассказывает, что сын кабардинского князя Бамата Кургокина, Ходяже Тимрюк, или также он пишет, как его называют Тимрюк Аджи или Тимрюк Ажи, путешествовал на богомоле в Мекку и на обратном пути заехал в Крым и присягнул к крымскому хану, где попросил, значит, ему дать выделить двух людей, потом мы поймем, что это мастера, и что он отправится на Кубань, в Абазу, то есть к Абазинам, построит на Кубань и там себе город, грепление. При Шолом Инжике, как он писал, урочище Акпелек Акбир. Как выяснилось Инжик и по-абазински, и по-черкесски это Зеленчук, собственно, урочище Акпелек Акбир это и есть то самое место, где стоит башня Адиюк. И вот, значит, Лавров очень хорошо описывал, что, да, он там занялся строительством, на том месте, где стоит башня Адиюк, и строительство это шло не очень успешно. Тот же Татаров описывал 19 июня, что на том месте всего лишь несколько зданий расположены, и, дескать, вот этих двух людей он себе брал, мастеров так называемых, специально для того, чтобы, построив там дом, типа, дескать, чтобы они ему построили крепость при доме. При этом Кала, это, он там Кала упоминает, но Кала это и крепость может быть, и город, и башня, в принципе, любую, да, из этих строений каменных. Соответственно, речь, если при доме, значит, речь идет о башне, которая охраняла бы этот дом. То есть, мы видим, что башня эта, скорее всего, в начале 1760-х годов была построена Хаджи Тимрюком, сыном Кабринского князя Бамата Кургокина, для того, чтобы, как бы, абазинские земли задержать в своих владениях, будучи вассалом крымского хана. Но, как Лавров правильно указал, что само это название Кбелек имеет более давние корни, как легенда. И будущие находки на этом месте, на самом деле, подтверждают версию о том, что здесь было еще что-то ранее. А был там, действительно, еще в Аланское время, Аланский город, один из крупнейших в западной части городов Аланов, который здесь, собственно говоря, охранял вот эту долину, ведущую в Архиз, который вообще считается одним из центральных пунктов, даже столицей, возможно, Аланского царства. Соответственно, вот это городище было Аланское, действительно, там раскопки проводили, его изучили очень подробно на всей вот этой вот, на всей рочище, на всей поляне, на холмом, за башней. Все это бывший город, городище. И, действительно, там была стражевая башня крупная, которая стояла на вот этом месте. И вот этот вот Хаджи Тимрюк, когда пришел сюда с мастерами из Крыма, он построил башню Адиюх на фундаменте старой башни городища, использовав ее. И, скорее всего, все легенды, именно старые, они связаны с той башней, с тем городком, и имеют корни оттуда. Вот такая вот многослойная история вот этого места. Сама башня на сегодня доступна. Туда идет из резорта-спа, такого большого красивого места отдыха. Адиюх-палас она называется. Там вход свободный, через него можно пройти, перейти на другую сторону речки через мост и подняться по железной лестнице. Лаврову в то время не так повезло, туда и почти 100 лет назад этого всего не было. 80 лет назад, да? И ему приходилось переходить вброд, лезть через лес. Соответственно, сейчас все проще. По железной лестнице поднимаемся наверх, там очень красивый вид открывается, можно залезть в башню. В башне ничего особенного примечательного, какая-то куча тряпок валяется, какие-то сгнившие балки там. В общем, она внутри не очень-то ухоженная. А снаружи, да, ее обвесили всю новогодними светодиодными фонариками. Она светится, видимо, ночью. Ночью лично не видел, но она вся обвешана реально этим всем. И используется для привлечения туристов. В общем, объект несложный. Кто не был, обязательно посетите. Ну и насмотрите на красивые виды долины Зеленчука. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, вставляйте комментарии. Всем пока.